МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем беседу уже не с нового года, а с событий, которые произошли весной в начале этого года. После трагедии в Кемерове, после пожара в Зимней Вишне, по городу прокатились массовые проверки торговых центров. Расскажите, как они прошли и каковы результаты? Стало ли меняться отношение владельцев торговых центров к пожарной безопасности? Да, действительно, прошло проверки. Более 60 объектов было проверено. На всех объектах были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Общее количество нарушений составило более 650 нарушений. На сегодняшний момент более 90% выявленных нарушений устранены. Остальные нарушения в работе. Тем временем, совсем недавно, в торговом центре Тулпар загорелся отдел со шторами. И накануне произошло задымление в сети моли. Как вели себя в этих экстренных ситуациях сами сотрудники и посетители комплексов? Да, действительно, в торговом выставочном комплексе Тулпар на третьем этаже произошел пожар. При этом все системы противопожарной автоматической защиты сработали. Такая как пожарная сигнализация, система оповещения людей при пожаре. Сработала система пожаротушения водяная. Пожар был потушен данной системой до прибытия пожарных подразделений. В связи с чем, площадь пожара составила всего 2 квадратных метра. То есть на момент прибытия все были эвакуированы, находились на улице на безопасном зоне стояния. То есть все прошло без паники, как полагается? Как раз на рынке Тулпар в этот день до обеда проходили учения по отработке эвакуации. Благодаря этим тренировкам действия были слажены. Все были эвакуированы, погибших, пострадавших не было. А что касается сети МОЛа? Что касается сети МОЛа, тоже проводились кровельные работы по замене кровли. По системе вентиляции вот этот дым на стиле крови попал по вентиляции в здание. Сработала система противопожарной защиты здания, пожарная сигнализация, система оповещения включилась. Также произведена эвакуация людей. Но фактически пожара там не было. Совсем скоро у нас предстоят праздники. Расскажите, как провести их так, чтобы не было каких-то ситуаций и опасных случаев. Да, действительно, впереди грядут большие выходные. Самое основное – это соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. Осторожность при курении. То есть ни в коем случае не курить в постели, в доме и так далее. То есть это основная причина пожара, которую по статистике мы наблюдаем из года в год. Естественно, перед новогодним мероприятием в рамках празднования люди начинают использовать различные пиротехнические изделия. Каждый год происходят трагические случаи. Взрывается данная пиротехника в руках, отрывает конечности и так далее. То есть данный случай фиксируется, к сожалению, из года в год. В связи с этим хотелось бы напомнить элементарные требования при обращении с пиротехникой. Во-первых, строго соблюдать инструкцию, ни в коем случае не доверять использованию пиротехнических изделий детям. Только в строго отведенных местах, взрослыми людьми, под контролем, на безопасном расстоянии. Никаких запусков пиротехники с рук. То есть все должно быть по инструкции. Если соблюдать эти несложные правила, трагических последствий можно будет избежать. Вы говорите про специально отведенные места. Напомните, где в городе они у нас находятся. В автозаводском районе, это в районе парка Победы, данная площадка огорожена сеткой. Имеет вывеску, площадка для запуска пиротехники, находится недалеко от елки. Вторая площадка, это в районе городского пляжа. И третья площадка в старой части города, за стадионом строителей на берегу реки Меликеска. Завершается 2018 год. Каким он был для службы пожарной охраны? Есть ли уже какие-то результаты и можно подводить итоги? В целом, вся ситуация с пожарами под контролем. Наблюдается ежегодная динамика по снижению количества пожаров. Пожары уменьшаются. К сожалению, на пожарах зафиксировано два погибших. Но в прошлом году данная цифра была 10. Хотелось бы поздравить всех действующих сотрудников, ветеранов пожарной охраны, всех причастных к спасательному делу людей. Пожелать им счастья, здоровья, благополучия. Мы еще раз поздравляем вас от лица всей редакции с вашим праздником. И надеемся, что этот год для челницев наступит без чрезвычайных ситуаций. Спасибо.